Москва, Ереван, Астана. Раньше заседания Совета стран СНГ проходили в крупных столицах. Нынешняя 23-я масштабная встреча в нашем городе. Власти выясняют, чем могут быть полезны друг другу Бурятия и Беларусь. Гости уверяют, что готовы вкладывать и делиться своими технологиями. Беларусь по-прежнему держит марку в агропромышленном комплексе. Каждый десятый трактор в мире белорусский. Вдобавок к богатой линейке сельхозтехники – современные методики по возделыванию земли. Отдают должное в союзном государстве и готовы учить других нанотехнологиям. Там разработали материал для 3D-принтеров. Риски ошибок у хирургов теперь сведены к нулю. В Беларуси начали печатать, к примеру, для операции. Сначала печатается орган человека, делается операция на фактически органе человека, искусственном напечатанном, а потом хирурги только начинают делать соответствующую операцию на уже живом человеке. Беларусь производит и лекарства. У себя изготавливают больше половины всех аптечных средств. Вот только с упаковками не все так гладко. Производство одной выливается минимум 2 доллара. По медицинскому препаратам, оборудованию и таблеткам мы назвали в среднем цену упаковки. А мы тут же предложили, что не сами таблетки, а уже упаковку для этих таблеток производить на территории Республики Бурятия, представлять в Республику Беларусь. Медицина, наука, экономика, аграрный сектор и даже космические исследования. Стороны убедились, что направление для взаимовыгодного сотрудничества у Беларуси и Бурятии хоть отбавляй. Деловыми контактами обменялись бурятские вузы и в союзном государстве уже ждут наших ученых. В приоритете сегодня не просто товарооборот между странами, а инновации и технологии. Ведь это не бизнес, уточняют белорусы, а вложение ресурсов в будущее. Мария Латшева, Евгений Павлов, Новости дня.